здравствуйте сегодня на сайте орел град я прочитал вот такую грустную новость 1033 в орле раскололся на части 162-летний дуб дерево считается памятником живой природы вот это картиночка фотография по предварительным данным причиной стали не слишком удачные и успешные методы лечения в стволе дуба имелось отверстие которое заполняла пробка из бетона так продолжалось около 20 лет то есть в дупле находилась бетонная пломба цементная однако не так давно пробку вынули а отверстие заполнили монтажной пеной против такого решения возражали многие орловские специалисты и общественники но к их мнениям так и не прислушались дуб находится на перекрестке бульвара победы и улица октябрьской его посадили в 1861 году чтобы отметить торжественное событие отмену крепостного права в орловской губернии дерево обнесено оградой на которой установлена памятная табличка это единственное дерево произрастающие на территории областного центра которому официально присвоено звание памятник живой природы я был сегодня после такой трагической новости кстати вот написано что дуб жив на 40 процентов и решил посмотреть как и что во первых вот покажу вам фотографию которая я сделал вот она эта фотография а теперь давайте посмотрим и видео которое я снял для вас сегодня около 16 часов дня ну примерно без 15 16 сейчас 16 37 вот это видео видимо улицу октябрьскую вот она видим место огороженная специальной лентой и также видим обломок дуба уже опиленный то есть него наверное уже какие-то спилили части ветви там вот такая грустная картина предстала пред моим взором сегодня 2 октября 2023 года в 15 45 примерно я сразу подумал что этот обломок похож на заготовку для пироги на которой возможно уплывут из орла нерадивые чиновники такой вот меня ассоциация такая сложилась я просто читал книгу про робинзона круза как он там хотел сделать себе пирогу шлюпку и вот этот обломок мне как раз и напомнил заготовку для лодки так сказать вот видите как сильно пострадало дерево вряд ли она выживет я не знаю какие усилия надо предпринять чтобы она выжила это действительно очень серьезная утрата для дуба говорится о 40 процентах но знаете если середины ствола вытащить хоть 10 процентов кругляш дерево конечно погибнет поэтому трудно сказать ведь идет сокодвижение из корней и как она будет идти вот по такому поврежденному стволу это не первое мое видео про данный дуб я снимал уже и грустил по этому поводу и трогал эту пломбу из монтажной пены кроме того я у себя на даче тоже яблони у меня там дупло образовалось яблони и я вычистил дупло и заполнил цементом в том году то есть сделал сам цементную пломбу ну пока яблони стоит ну а вот с дубом монтажная пена меня самого интересовал этот вопрос можно ли заполнять полости в деревьях монтажной пеной там поселяется муравьи начинают все там лазить выгрызать домики себе устраивать ведь монтажную пену гораздо легче муравьям так сказать вытащить из дерева чем бетон цемент поэтому наверное монтажная пена это не тот материал которым можно ремонтировать такие ценные деревья живые памятники природы очень грустно смотреть было на все это и печально тем более что не так давно рухнул тургеневский дуб с паском лутовинове это было тоже очень неприятная новость старинные деревья природные исполины которые мы к сожалению не уберегли вот сейчас будет показана табличка видите дуб посажен в 1861 году охраняется законом и ветер то вроде был не сильный вчера пять метров в секунду что ли и тем не менее все это случилось а вот и собственно та самая пи пена монтажная которая была заделана дупло видите это монтажная пена вот вопрос к специалистам как вы считаете можно ли монтажной пеной заделывать дупло в деревьях или есть какие-то другие способы напишите пожалуйста в комментариях к этому ролику как лучше чем лучше заделать дупло в дубе или в другом дереве чтобы дерево перестало разрушаться и его можно было бы спасти а также напишите будет интересен ваш прогноз что будет дальше с этим деревом сможет ли она выжить при такой серьезной травме когда от него практически откололась ну возможно даже как и половина почти половина сможет ли она выжить это дерево замечательное памятник живой природы дерево наверное равных которому больше не будет в городе орле по значению по символизму вот тяжелая утрата для бульвара победы для центра города орла тяжелая ну что ж будем жить дальше вот таким мы его и запомним спасибо вам за просмотр подпишитесь на канал видео из дарла в яндекс дзен в рутубе в ютубе в одноклассниках и вконтакте